Час дня. Это мой завтрак. Два яйца, жареный бекон с креветкой, салат зеленый, здесь зелень, акурец и много болгарского перца. Две печеньки, практически доело их уже. Всем приятного аппетита! А это мой ужин. Белое сухое вино, сырная нарезка, еще были орехи. Доброе утро. Ну, точнее, добрый день. Час дня у меня. 8 января. Праздники официально завершаю. Вчера отлично провели время. Были в баре, танцевали, веселились. Конечно, было там закуски спиртное. Если найду фотографии, годные или видео, я все покажу. Или уже показала. Сейчас моя задача вернуться на путь истинный, можно так сказать. Сейчас я буду опять входить в китос стабильный. Я не знаю, что там у меня было, как можно назвать это питание в течение этих полтора недель. Низкоуглеводные, просто обыкак. Ну, каждый решает для себя. Я сейчас буду просто нормально, как положено питаться. Сытно, потому что задача войти в китос, не сорваться, никуда ничего не отступить. Поэтому буду есть два раза в день, скорее всего. И, ну, как обычно. То есть сейчас у меня это и будет омлетик с кабачком, сало, салатик. Вернусь к своим принципам. То есть не борщить с сыром, не борщить с орехами. И, конечно же, перестать съесть все время, что я ем, батончики, печеньки. У меня осталось пару печенек, я их, конечно, доем. Но вот так вот с каждым приемом пищи, по 3-4 печеньки, батончик. Это, конечно, все, пора заканчивать. Я сегодня взвесилась, конечно. Просто решила четко понимать, сколько плюса мне дал этот загул. 3 килограмма плюс 3 кг. Это, конечно, вода. А в большей своей части не все. Возможно, жир тоже есть. Но вода, конечно, преобладает. Потому что буквально вчера я пришла домой в час ночи. Поэтому напишите, пожалуйста, сколько вам стоили эти праздники. Если вы так же, как и я, позволили себе чуть больше. Либо если все у вас прошло без потерь. Похвалитесь этим, похвастайтесь. Буду тоже благодарна. Порадуюсь за вас. Я купила сало. Сало очень вкусное. Но на нем такой большой слой соли, который я не могу счистить. Я вот так срезаю просто. Начинаются будни. Продолжаем стройнеть. Все у нас получится. Удачи. Вот такой обед завтрак у меня получился. 3 жареных яйца с кабачком. Салат с кальмаром. Заправленная за ложечко. 4 кусочка сала. И маленький кусочек остался у меня хлеба. Орехово, доем его. Надо регулярно пить БАДы, восстанавливать организм. Здесь у меня калий, витамин Д и витамин С. Здесь еще элеутерококк, омега и ацепол. Я до сих пор пью ацепол после приема антибиотиков. Десятый час вечера. Я еще даже не ужинала, только готовлю ужин. На ужин у меня сегодня будут котлетки. Пожарила уже. Буду тушить еще, поэтому не скоро поужинаю, видимо. А на гарнир будет брокколи. Сейчас покажу, как я его буду готовить. Это решетка от мультиварки. Сейчас я минут 7 приготовлю ее на пару. А затем сделаю сливочный соус. На большом количестве сливочного масла я обжарю одну небольшую луковицу. Порезала мелким кубиком. Затем, когда лук уже подзолотится, добавлю 2 зубчика мелкорубленного чеснока. И вылью сливки. Вот у меня от упаковки осталось немножко. Здесь 250 грамм, но, наверное, грамм 150 здесь осталось. Вылью сливки. Все это закипит. Добавлю туда брокколи, специи, соль, перец. И все. Брокколи уже будет готовы на пару. Просто должно будет объединиться с соусом. Получится очень вкусно. В 8 часов вечера вот такой ужин у меня получился. 2 свиные котлеты, брокколи в соусе сливочном на пару и сало. Ем побольше сала, чтобы организм понял, что мы сейчас переходим активно на жиры, не на углеводы. Вот такой у меня десерт. Это кофе со сливками. 30 грамм сыра. Сливочное масло где-то в грамм 20. И посыпала сахар замом, чтобы было сладенько. 11 часов. Вот такой у меня где-то обед. Здесь миска с салатом, лист салата, помидорчик, огурец, много кальмаров, 2 яйца. Одно порезала мелко, одно вот так. Все заправлено майонезом. Здесь небольшой кусочек сала, сыр и ореховый хлеб. Допью кову зеро. Здесь буквально грамм 100, даже, наверное, меньше. Всем приятного аппетита. Стараюсь снова войти в режим. Я снова хочу начать принимать псиллин. Преследую я две цели. Первая – это нормализация стула. Вторая – это немного больше сытости от приема пищи. Принимаю его я за полчаса-час до еды. Так планирую. Сейчас у меня половина пятого вечера. Я планирую через минут 30-40 поужинать. Возможно, из-за псиллиума отложится прием пищи на час. Сейчас я посмотрю. Большую ложку с горкой залила тепленькой водичкой. У меня сейчас в меню не очень много зелени. Ну, потому что зелень сейчас и такого качества, и такой цены, что не получается прям, как раньше, кушать тазиками. Поэтому, я думаю, клетчатка лишней не будет. Я по-прежнему испытываю разной степени... Я бы не сказала, что у меня прям проблемы со стулом, но это все равно постоянно требует какого-то внимания. Поэтому дополнительного приема матня, покупки доната... Я слежу за этим. То есть это не пришло еще в такую фазу, когда мы просто живем и делаем, что делаем, не обращая на это внимания. Поэтому, думаю, клетчатка дополнительно может помочь. Опять-таки, принимая дополнительную клетчатку, мы помним, что нужно дополнительно пить очень много воды. Мы и так пьем много воды в кетозе, но здесь нужно еще, потому что если мы будем пить мало воды и принимать псиллиум, то у нас могут возникнуть серьезные проблемы со стулом. Как ни странно. В прошлый раз моего энтузиазма для приема псиллиума хватило на пару дней. Надеюсь, что в этот раз я буду более дисциплинированной. 18 на 0 буду ужинать. У меня практически такой же набор продуктов, как вчера. Это две свинные котлеты, брокколи в сливочном соусе. В качестве салата сейчас капуста квашеная. Оказывается, у меня на работе совсем закончилось масло, поэтому заправки нет никакой. И я добавила в десерт 20 грамм масла вместо заправки. Здесь у меня на работе еще несколько печенек осталось. Буду доедать. Просто буду кушать их по одной. Они как раньше, по 3-4 штуки. Приятного аппетита!